МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тут есть два аспекта. Один аспект – это противоположность. Культурного развития и дикости. То есть можно сказать, что человечество от дикости перешло к цивилизации. А в чем это выразилось? Как оно перешло? В чем состоит этот переход? Я думаю, что, конечно, прежде всего, в чем выражается, чем больше отделяется от животного мира и отличается человечество от животного мира, тем меньше дикости, правда? А чем отличается человек от животного мира, прежде всего? Да, прежде всего, трудом. Трудом. Потому что человек есть животное и общественное, говорящие, трудящиеся, говорящие и разумные. Вот все это отличает человека. Вот развитие по всем этим линиям и есть развитие, можно сказать, цивилизационное. Правильно? То есть чем выше успехи в этом направлении, так чем больше развивается общественное производство. Чем больше оно общественное, то есть чем выше его общественный характер, чем выше производительность труда, тем выше цивилизация. можно сказать, что оно отличается и тем, что... насколько отличается положение трудящегося человека от коня, который вроде заставляет выполнять какие-то работы, да? И сельскохозяйственных животных. Свиньи умные же, умные. Потом их покормят, покормят и зарежут. А лошадей, если они медленно бегут, бьют, истязают для того, чтобы заставить их работать. Есть специальные лошади, которые... И породы лошадей выведены, которые тяжелую работу выполняют, да? То же самое валы, которые используются для выполнения каких-то работ. Вроде бы они тоже чуть ли не трудятся, только прав никаких не имеют. И рабством это не считается. Вот чем дальше отходит положение работника от такого положения рабочей скотины, которая не имеет никаких прав, тем выше цивилизация. Поэтому рабовладения, значит, недалеко ушли от дикости. Почему? Потому что основная масса населения – рабы. А кто такие рабы? Они за людей не считаются. А за что они принимаются? За говорящие орудия. Значит, вроде бы как верхушка общества вышла из дикости, а основная масса населения насильно, насильно держится в этой самой дикости. Потом сколько понаписано и наговорено о том, что вот крестьяне, они темные, забитые, несчастные эти крестьяне. Во-первых, они не такие уж и темные. Как и крестьянский ум, он развивается, потому что крестьянин не только на барщине работает. Он сам решает, что ему сеять, что ему сажать. Это сейчас, возьмите рабочего на нашем предприятии любого. Все им командуют. Начиная от собственника, федерального директора, начальника производства, главного инженера, начальника цеха, начальника участка, мастера. А он командует только чем? Станком или лопатой. Все. То есть такое разделение труда, которое ставит положение рабочего в положение частичного работника и в общем, скажем, даже если вы возьмете, казалось бы, передовые предприятия, например, Ford Motors Company, американское предприятие, на котором работают российские работники, как рекламируется. Гайковерт какой? Механический. Это значит, что вы всю жизнь будете, 20 лет, будете справа внизу заворачивать гайки. Больше ничего от вас не требуется. Все, так сказать, весь интеллект сосредоточен у вас только на этом. Или вы будете сваривать. Очень тяжелая работа сварщика. И вредная. Не надо смотреть на вы. А вот они через это темное стекло смотрят, и дышат всем тем, что образуется в ходе сварки. Как вы думаете, это приятно? Это не то же самое, что гулять по сосновому бору. Правда же? И по парку. Ясное дело, что люди, которые так дышат, меньше живут. Насколько? Ну, так примерно. Вы понимаете, что люди, которые вредных, особо вредных производствах, они на пенсию уходят раньше. Насколько? Лет на 10. Во что значит на пенсию раньше, на 10 лет? То есть государство, общество признает, что уже на такой степени износился организм, что человек 50 лет, такой же, как в 60 лет. А если он раньше выходит на пенсию, а что, теперь долго будет ее получать? Ну, нет, просто он на 10 лет раньше умрет, поскольку он уже износился в этом смысле. Поэтому вышли, так сказать, вот вышло человечество, все вышло, целиком вышло из дикости, или некое в таком диком положении продолжает оставаться и сейчас. Причем вроде бы с ликвидацией крепостничества уже стало свободное общество. А что значит свободное? От чего свободное? От всего свободное. Некоторые. От всего свободное, то есть от средств производства свободное. Раз у вас нет средств производства, а у меня есть, приходите ко мне. За отдельную плату я разрешу у вас, вам поработать на меня. За два часа с вашей работой вы сделаете то, что будет эквивалентно той зарплате, которую я вам заплатил. То, что зарплата, это цена рабочей силы. И вы должны понимать, что я покупатель вашей рабочей силы. А если я покупатель, вы таких покупателей знаете, которые заинтересованы вам, чтобы покупать подороже. Поэтому не спрашивайте, когда у вас будет повышена зарплата. Когда у вас будет повышена зарплата? Никогда. Вы продавец этого товара, работаете. Вы? Ну, это вы думаете, а я об этом и думать не собираюсь. То есть в этом отношении капитализм далеко убежал от дикости. Тоже недалеко убежал от дикости. То есть дикость состоит в том, что одни люди занимаются тем трудом, который развивает, способствует развитию. Другие люди заняты вредным, опасным. Ну, вот, например, кондуктора наших трамваев и троллейбусов. Вот им поручили. Мало того, что им поручили елозить между, так сказать, гражданами, которых набивается там, как сельдей в бочке, особенно во время поездки на работу и с работы. А вы, как вы понимаете, люди же болеют в городе. И такого сильного контакта с больными, какой у кондукторов, ни у кого нет. Поэтому они очень часто болеют. Не говоря уже о том, что и водитель, и кондуктор находятся все время под воздействием электромагнитных излучений, которые связаны с электротранспортом. Да, это все понимают, что кроме искр там есть еще электромагнитное излучение, которое связано с тем, что сработает электрического транспорта. Он хороший в смысле того, что не загрязняет воздух, но он вредный для тех, кто на нем работает. Для тех, кто проезжает на нем, он практически безвредный. Проехали да пошли, но вы проехали час утром, час вечером, а другие ездят целыми дня и всю свою жизнь. Вот у нас в Лене электротранс работает 11 тысяч человек. И вот добропорядочные, так сказать, нынешние хозяева, государственные уже, решили, что слишком здорово они живут, надо сократить им число дней к отпуску за вредность. Сократить, нечего так долго отдыхать, надо больше работать. Не повышается им должным образом зарплата и так далее. То есть, дикость в этом смысле, противоположность вообще к культурному отношению к работникам, она царит при капитализме во всем. Я уже не говорю о том, что было период колониализма, да? Значит, одни нации, это нации господствующие, а другие нации, если их не уничтожили целиком, как индейцев, причем уничтожали, как диких зверей. Так кто тут был дикий? Те, кого уничтожали, или тех, кто уничтожал? Ну, те, кто уничтожал, были более дикими, но они приехали с ружьями, а те, кого уничтожали, были самогавками, и кто победил? Более культурная нация. В каком смысле она более культурная? В одностороннем только смысле, в смысле того, что у нее средства производства были. А сказать, что это был высокий уровень культуры, в смысле понимания того, кто есть человек, и что нельзя с людьми обращаться, как с животными, нельзя себя ставить выше других людей, тут, конечно, никакой культуры не было. И прежде господствовавшие галлистические государства, они и сейчас ведут себя так, как будто другие государства, это государства-изгои. Вот, например, вот США есть ядерное оружие, а почему же, надо США, чтобы отменило ядерное оружие-то, убрало ракеты, а потом предложило сделать это и Корейское народное демократическое республики, правильно? Пусть подаст пример. То же самое было и с Китаем, как сейчас с КНДР. Китай начал наращивать свой ракетно-ядерный потенциал, его обвиняли в всяких смертных грехах, санкции всякие применяли и так далее. Китай прекрасно понимал, что иначе он снова обратится в страну-колонию. И КНР стала крупнейшей державой, тем более она член Совета безопасности. Никто не требует от Китая, чтобы он убрал ракетно-ядерный оружие, а от Кореи требует. Примерно так, мы с вами на переговорах, у нас с вами ситуация незаключенного мирного договора, а именно Соединенные Штаты во главе 17 государств воевали с Кореей, с Северной. А Северная Корея одна воевала при поддержке Китая и Советского Союза. И вот теперь США предлагают, давайте, вы уберите все свое оружие и тогда сядем на переговоры. А мы знаем этих американцев, вы уберите все свое оружие, они завтра высадятся к вам. Зачем они делали там закрытую для полетов зону, например, над Ливией? Давайте закроем зону полетов в вашей стране, мы сразу тут же, сразу же, и все не одни, а с этой кучей, со всеми странами НАТО, для того, чтобы, так сказать, подчеркнуть коллективный характер этой акции. Правда? Это всем известно. И думаю, что северо-горецкие товарищи не такие дураки. Они говорят, хорошо, давайте, вот у нас будет тоже ядерное оружие и ракеты, мы сядем и поговорим с вами. А сейчас о чем с вами разговаривать? Сейчас спецполезы с вами разговаривать. Как это вы испытания проводите? Ну, как же без испытаний-то? Они не долетят испытывать. Для того и проводим. То есть, это вот нормально для человека, что он должен быть самостоятельным и независимым? Или он должен подчиняться чужой воле? Это же свободное общество, буржуазное. Проглашены уже свободы. Какая-то такая странная свобода. Для нас есть свобода, для вас нету. Вы на последней партии сидите всю жизнь, а я здесь буду стоять. Вообще, свобода профессорам. на студентов, на экзамене. У нас вообще университет для кого? Для студентов или для преподавателей? Не задумывались на эту тему? Для кого? Что вы так молчите? Конечно, для студентов. Представляете, университет для преподавателей? Это сейчас Курумнасмек. Университет для преподавателей. Я скажу, давайте, чтобы были профессора, тут доценты. Ну, надо, чтобы кто-то сказал, чтобы вы еще и учились. Тогда вроде как мы оправдываем выплаты вам зарплаты. Поэтому, давайте, приходите. А как там мы вас будем учить? Это уже не важно. Конечно, главная фигура студента и преподаватель что должен делать? Он как бы помощник. Ну, грубо говоря, костыль. Ну, вы же не все время будете ходить с костылями. Да, походили и все, и пошли сами вперед. Да? И если вы, скажем, будете делать больше и лучше, чем я, это мне в плюс или в минус? Скажут, вот тогда моя студентка была. А сейчас она премьер-министр России. Что плохого? Что плохого сделать? Это вот вы можете сказать, сейчас у меня был дипломник Натальевич Кудрин. Вот вы сказали, а что вы хорошего сделали? Значит, если у вас такой дипломник, а как вы, что хорошего? Если его посадят, черву, может, и меня посадят. Но он не послушался моих советов, хотя и в кружке был по диалектике. Он пошел по Чубайсевской линии. Самостоятельный стал. Самостоятельность-то бывает правильная, бывает неправильная. Так, так что вырваться из дикости пока еще человечеству еще не удалось. Пока остается социальное неравенство, то еще от дикости мы с вами не отошли. То есть, у нас цивилизация, конечно, да? У нас культура, от них лучшее условие труда и лучшее условие для развития, а других хуже. И пока это так, то у нас общество несправедливое. А когда вы смотрите на мир животных, там все несправедливо, и, конечно, вот прилетела синичка, склевала червяка. Хочет червяк жить, не хочет, она его не спросила, и комарик склевала. А поскольку она привыкла к мясной пище, то вы зимой, пожалуйста, там сало вывесите ей, и она привыкла к такой хорошей, хорошей пищи, а комаров, мошек нет. А вы сказали, она полезная, а ананас от комаров, от мошек защищает. Васса защищается, а комарик это жалко. А комарик хотел полететь, но уже не летает, но ничего, прыгнула кошка и съела синичку и поделум. Она кровожадная, сколько она этих мошек передушила, да, а потом собаку эту задрала, эту вошку, и все, и есть не стала, а просто загрызла. Есть такие породы выведены культурными людьми, которые могут и человека загрызть, потому что они специально выведены для того, чтобы загрызть любого, на кого хозяин покажет фас. Так, есть такое, есть, и мы знаем такие случаи. То есть в животном мире странно говорить о справедливости. Справедливо, что волк и с зайца. Если у нас пока социальное нереальности в мире, значит, пока эта нераинца несправедливая, соответственно, и причем, если некоторые думают, что при социализме справедливость наступает, она при социализме увеличивается, справедливость, но она, но социализм не считается справедливым обществом. Вот вы откроете Ленина, государство революции, там Ленин прямо пишет, неравенство остается, и неравенство несправедливое. Применяется одинаковый масштаб к различным людям, когда выплачивается заработная плата Заработная плата за труд же платится, да? Идет распределение по труду, но один здоров, а другой болен Одно большая семья, а другое маленькая семья, а зарплата одинаковая Это ради справедливости? Нет А как добиться справедливости? Справедливое общество – это общество, в котором нет социального неравенства А к чему сводится социальное неравенство? Это неравенство между городом и деревней Это неравенство между людьми физического и людьми умственного труда Вот люди умственного труда освободились от всех тягот физического труда Вот, скажем, мой труд и труд шахтера Скажут, он у меня очень тяжелый Но меня лава это никак не придавит углем И метан не взорвется у нас в помещении Я тоже могу упасть, если за стул зациклюсь Или за трибуну Но вы понимаете, что если вы обратитесь к профессии шахтера То мы знаем, сколько тонн угла, угля примерно Когда будет добыто, еще будет какой-то шахтер убит Даже известно соотношение Потому что опасный это труд Опасный труд означает, что с известной регулярностью Повторяются смертные случаи И этого опасного труда очень много И если вы видите вот на улицах альпинистов промышленных И что думаете, они так все и висят на берегах И никогда не разбиваются? Разбиваются Или успевают прыгнуть в последний раз И зацепиться за окошко То есть ликвидация неравенства между городом и деревней Людьми физическими и умственными труда Между мужчиной и женщиной Есть неравенство? Так вроде и не видно О чем неравенство? Вроде социальное право одинаковое Так мы же не о праве говорим А о том, какие есть возможности для развития А возможности для развития связаны с тем Как заняты мужчина и женщина В материальном производстве В каком? В крупном одинаково Вот если вы возьмете крупное производство Как носилки носить Там женщин столько же, сколько мужчин А если вы возьмете уже домашнее хозяйство Ну кто преимущественно занимается домашним хозяйством? Ну и те, и другие занимаются сейчас, можно сказать Ну преимущественно женщины А что такое домашнее хозяйство? Это материальное производство какое? Ну в основном не механизировано Картошку чистить это домашнее хозяйство? Это производство же? Производство А белье стирать тоже производство А пол подметать, убирать и так далее А за детьми ходить и так далее То есть, короче говоря, были исследования В советское время В последнее время как-то не увлекайтесь такими исследованиями В отношении того, какое количество свободного времени есть у женщин И какое количество свободного времени у мужчин И получается, вот у нас была такая программа Научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий Эту программу утвердил Госплан Комитет по науке и технике Но почему-то ее ни совет министров не утверждал Ни верховные советы Она почему-то лежала в спецхране Чтобы народ не прочитал, наверное И не вздумал выполнить Я другого объединения не знаю Но я, поскольку, так сказать, имею право пойти в спецхране Я оформил соответствующий вход и сидел у нас в библиотеке там Но только библиотека Горького не там, где раздают, а раньше, там, где директор И там в специальном отделе считал И вот там я обнаружил, что у женщин в день свободного времени На два часа меньше, чем мужчин Было в Советском Союзе Когда, в общем-то, задача определения неравенства Между мужчиной и женщиной тоже стояла Если вы возьмете великий почин Ленина Он говорит, ну вот мы камня на камне не оставили От всех законов, которые сохраняют неравенство между мужчиной и женщиной В законах полное равенство А все равно женщина остается домашней рабыней И ее отупляют работой изнервивающей, забивающей, отупляющей и так далее И пока есть такая работа, и пока такое происходит, еще нет пока настоящего равенства Два часа, а поэтому как это выглядит, если вы возьмете людей с высшим образованием Примерно сколько женщин, столько мужчин с высшим образованием Кандидатов в наук резко меньше женщин, чем мужчин А докторов и еще более А что, женщины глупее, что ли? Когда женитесь, вам объяснят, кто умнее Сейчас еще вам никто не объясняет Вот КПСС была, правящая партия Вот в материальном производстве женщины и мужчины 50 на 50 А в партии сколько процентов женщин было? Правящей, там где руководить надо Как вы думаете, сколько процентов? Здесь А? Да, 11 Почти попали в точку 11% А то вы там будете руководить, у нас пьянства не будет Пивные закроют Столовые откроют Детские сады будут без очереди И детские ясли Да? И не будут так готовить И не будут, как сейчас, молочко Вот я вчера прочитал в российской газете Кстати, про молочко Какое у нас молоко Ленинградское молоко хорошее Но у нас более дешевое, это которое по 50 рублей А по 40 рублей молоко Из Рязанской и Курской области Привезено Там молока вообще нету Вообще нет молока Растительный продукт С добавлением Пальмового масла И так печально об этом пишут люди, которые Потому что никто и не собирается Это фальсификат Вообще за это надо сажать в тюрьму Правда? На большой срок Ага Это люди в воду продают вам Которые оболтаны что-то Вообще нет там молочного жира И никто их не сажает А наоборот Вот те, кто продают цельное молоко Как дураки У них не берут молоко Оно дорогое А вот молочко Также упаковано Упаковки-то можно красивые сделать И 40 рублей А не 50 люди При нынешнем доходе Берут это молоко Детей поют этим молочком Если бы женщины было столько в КПСС Сколько мужчин Такого бы не допустили Правильно? Что это такое? Травит, мать Пальмовым маслом То есть Это вот проблема Все выхода из дикости То есть вообще Выход из дикости Маркс Энгельс Отождествляли С чем? С построением Истины человеческого общества А истина какой? Которому собственность общественная Если это общество Так и собственность должна быть общественная Как это? У меня есть, а у вас нет Нет, лучше так У вас есть, а как это? У меня нет Надо поделить Как-то Как-то надо решать Тем более сейчас В условиях современного производства Собственники вообще уже не нужны Управлять-то управленцы, да? Топ-менеджеры Вот если я миллиардер Будете у меня в топ-менеджерше? Сколько вам надо в месяц платить? А? Если миллион будете платить, то будет Да ну, миллионы Я даже с вами больше Я не разговариваю Вы за 50 миллионов будете работать? Это вообще-то Даже какая может быть Постановка вопроса? Вы ничего не организуете? За что? За 50 Хорошо Значит, я жить, конечно, тут не буду Я в Черногории буду жить На пляже А вы мне раз в неделю сообщаете Как дела идут? Ну, если я сразу предупреждаю А вы имеете в виду Вот, так сказать Вот с ней-то строгий разговор Как только у меня прибыль начнет снижаться Считайте, что вы уволены Можете приготовить уже текст, я подпишу Ну, тогда мы снова к вам вернемся Ну, конечно, я позориться-то не буду Вам миллионы Вы что, смеетесь, что ли? В Роснефти получает 24 миллиона Члены правления Я буду платить Мне неприлично просто Серьезными Вот, вы тоже миллиардер Я так понимаю Ну, вроде такое Ну, как-то некрасиво В Газпроме По 15 миллионов в месяц получать Члены правления Я же не говорю Руководители Руководители Топ Как же вы будете топать Со своим миллионом Когда у них десятки Чего-то историк измельчали Скромность украшает А? Скромность украшает Нет, у нас, собственно Не приветствуется скромность У нас мир другой Что было все хорошо поставлено А эти пусть живут Которые работают Их пусть скромность украшает А вы им больше Чтобы 30 тысяч не давали Ну, 37 Среднее в России Хватит Ну, чтобы не хуже было Чем у других Чтобы они не могли сказать Нам не доплачивают Вам 37 тысяч Будьте здоровы Им Но мы-то другие люди же с вами Особенно я Если я миллиардер Правильно? Вот у нас есть там Товарищ Микельсон Самый крупный миллиардер Сколько у него? Миллионов долларов Не знаете? Нет Миллиардов, извините Нет, но это можно Миллионы пересчитать Если на тысячу Умножить 20 миллиардов долларов Ну, наверное, на сроке работал И где-то Сверхурочное Набрал А вы, наверное, не работали Он ведь про вас что сказал? Вы неуспешные А он успешный А вы вообще лох Сидите здесь Другие уже ворочат миллиардами А вы еще сидите Перед лекцией слушаете Вот такая картина Ну, это один аспект Цивилизации То есть цивилизация Или выход из дикости Состоит в том Что освободится От не общественного характера Производства И не таких отношений Которые основаны На частности Собственно, одни Богатые Пользуются трудами других Живут за счет других Хотя всегда будет допускаться Свой неоплаченный труд Трудом родителей Можно пользоваться Детей Трудом можно пользоваться Это не зазорно А сейчас можно пользоваться Чужим неоплаченным трудом И это законно И нравственно С точки зрения Правящего класса Второй аспект Цивилизации Состоит в том Что Человечество Постепенно научилось Хранить Звоевание культуры Свои завоевания В области Культуры А это и средства Производства Совершенствуют Постоянно Новые средства Производства Это улучшенные Старые Правда? Они в себя Вбирают И сохраняют В себе то Что было И становятся Все более и более Совершенствованы То есть Совершенствование Средств производства Одно из средств Растания культуры Сохранения И развития культуры Это же касается Такое И такого дела И в области Не только материальной Но и духовной культуры В области духовной культуры Как сохранялись Культурные произведения В памяти Через память Народную Матери пели Хорошие песни Детям А дети Когда становились Матерями И отцами Пели эти песни Своим детям И так Передавалась Песенная культура Музыкальная культура От одних поколений К другим Рассказывали сказки Истории Повести И это тоже Все это устные произведения И настоящий скачок В развитии культуры Произвело Появление Письменности Как только появилась Письменность Можно было Зафиксировать То, что Память наша Не в силах удержать Правильно? Во-первых С одной стороны Это плохо То, что появилось Такое Что может Память не удерживало Потому что Плохую память Не удерживало Плохое Пламять выбрасывало А записать Можно И плохое Но Трудиться Над рукописью Ради чего-то Что не является Действительным Завоеванием Человечества Очень тяжкий труд И поэтому Можно сказать Что в рукописях В старинных Рукописях Хранится Накопленный Опыт Человечества Настоящая культура В том числе И в священных Книгах Которые Представляли С собой Культуру Оформленную В религиозном В виде И вот Когда появилась Книга Печатания Еще второй Скачок Появился То есть Переписать Много Невозможно И столько Людей не наберешь Чтобы все это Переписывать Правда? Монахи Переписывали Отдельные Песцы Переписывали А когда Появилась Книга Печатания Это было Второе Действие В развитии Культуры Вот теперь Можно накапливать Духовную Культуру Постоянно И духовная Культура Теперь состоит Не в том Что есть Культура Живого Поколения Действующего Которого Сейчас А у вас Есть Культура Всех Предшествующих Поколений И это Достояние Накапливается То есть Нынешняя Духовная Культура Это и культура Нынешнего Поколения И это Все то Что накоплено За все время Существования Человечества И оно Зафиксировано В книгах А на сегодняшний день Появились Средства Хранения Информации То есть Знаний То есть Культурных Растяжений Сначала Они там Были На всякого Рода Там Барабанах Или Лентах Еще вспомните Наверное Ленточные Магитофоны Потом У нас Появились Пластинки Которые Могли Записывать И речь И музыку Потом Появлением Компьютеров Появились Разного Рода Диски И Наконец На сегодняшний День Те самые Флешки На которых Вы можете Записать Все Что вы Хотите Запомнить Узнать Вы купите На 32 Мегабайта Эту флешку И запишите Все Что вы Хотели Записать Чтобы у вас Было Все время С собой И к любому Компьютеру Подключили Пожалуйста У вас Все есть То есть В этом направлении Идет Очень большое Развитие Но оно Как всегда Противоречивое Если так много Можно записать Можно записать Не только Все хорошее Что у нас Что у нас И все Что является Развитие Но все Элементы Деградации Можно записать Правильно Поэтому Теперь Уже От людей Требуется Что Что распространять Широко А что Менее распространять И как узнать Что является Действительным Достижением Культуры А что Не является Достижением Культуры А является Каким-то Ответвлением Временным Или исканием Что вы делаете Мы ищем Вот я еще Лекции не считал На руках Стоя Таких экспериментов Не проделал А можно попробовать И так далее Мало ли какие Искания могут быть Если я приду Со сковородой На голове Никто меня не осудит Потому что Профессор Если ты имеешь Звание профессор Это не возбраняется Скажет Ну а что вы С них хотите взять Профессор Забыл снять Сковороду Когда Из дома Выходил С головы И так далее То есть Здесь Требуется Критический подход К тому Что запоминать Некоторые люди Думают Что вот Знание Информация Это одно и то же Это Две большие разницы Передаю информацию 217 48 23 Можете не записывать У меня никакого смысла нету И никаких знаний В этом нету То есть Информации Очень много Информация Это упорядоченность Какая-то упорядоченность Есть Нет случайного набора Цифров Или звуков Или букв Если нет Случайного Это уже информация Какая-то упорядоченность Определенная упорядоченность Которая что-то отражает Что-то выражает Но знаний Никаких она не передает А уж А уж если мы Кроме знаний Ограничимся идеями И совсем мало Этих идей Потому что вот Потолок белый Это идея или нет? Нет А вот Закончить лекцию И пойти в буфет Это уже отвечает На вопрос Что делать Это уже Хоть она не великая идея Но это уже идея То есть Идея отвечает На вопрос Что делать Идея Это такая мысль Которая направлена На действенное Преобразование Природы Общества Правильно? Поэтому Идей на самом деле Не так много Тем более Прогрессивных идей Потому что Идея могут Прогрессивные Быть и реакционные Короче говоря Здесь вот Вот когда мы берем Духовную культуру В этой области Надо видеть Противоречия Которые есть И правильно их разрешать По линии Движения Низшего к высшему К высшему От простого К сложному Здесь Поэтому важны Такие понятия Как талант Что такое Талантливый человек? Талантливый человек Это человек Который обладает Недюжинами Выдающимися Способностями Но надо Отличать Таланта И гения Например Вот Гитлер Талантливый человек? Да Да Он книгу написал Вы написали книгу? Нет А картину нарисовали? А Титлер нарисовал А полководцем Он был плохим Или не особенно? Да ладно Ладно Не прибедняйтесь Ну что вы так Четыре года Воевать с ним пришлось Ну тогда Тогда и Сталин Плохой полководец По вашему Получается Я сказал У нас был Выдающийся полководец Жуков Но четыре года Надо было Чтобы разгромить Фашистско-немецкие войска Не будем Это дело Променьшать Но Можете сказать Что Гитлер Это гений? Нет Потому что Гений Понятие Сугубо Положительное Гений Злодейство Несовместимы Гений Это человек Который Человечество В какой-то области Продвинул вперед Вот это гений А таланты всякие Можно растратить Свой талант По мелочам Очень я был талантливый И научился Ловко делать сигареты И что? А ничего Больше стало народу курить И что? Больше рака легких Стало у людей А еще что? А денег я получил много И что? А у меня памятник будет Могильный Больше, чем у вас И все На этом Так что Это отдельный вопрос И вот когда мы посмотрим В этом плане Мы должны будем сказать Что Конечно Если мы Говорим уже О цивилизации То мы говорим Не только Некоторых Основополагающих Моментах В жизни Людей Основополагающие Связанные с производством Материальных благ С существованием людей А мы уже берем Не просто существование А и развитие И хотя Для этого развития Производство материальное Тоже имеет Основополагающий характер Если у вас мало Хлеба Яиц Мяса У вас будет мало Средств для Врачей Учителей Артистов Музейных работников Для историков Правильно? Потому что Чтобы историки Могли творить Они должны Есть, пить и одеваться Между прочим Иметь крышу над головой Поэтому Этот базис сохраняется Но не все сводится К базису Нужно видеть и базис И то, что над этим базисом Возвышается Поэтому Когда мы говорим О культуре О цивилизации Мы не ограничиваемся тем Что входит в понятие Формации Некоторые деятели Философы Особенно Этим грешат Противопоставляют Так называемый Формационный подход И цивилизационный Дескать Вот формационный подход Это вот классы Это примат производства Политика Идеология И нравственность Все это классовое А у нас цивилизационный Как можно подумать Что эта цивилизация Висит в высоте Или в воздухе И не базируется На этих всех вещах Хотя Хотя Сводить Все богатство Человеческой жизни Только к тому Выяснению того В какой формации Вы находитесь Нельзя Правильно Вот сейчас Сколько формаций В которых находится У нас происходит Жизнь людей В современных В современном мире Сколько форматов Две Либо это Ваша страна Относится к формации Капиталистической Да И это большинство стран Либо ваша страна Относится К стране Социалистической Этих Таких Людей Всего полтора миллиарда Полтора миллиарда Это не так мало Из семи Как вы понимаете И это соотношение Меняется В пользу стран Живущих Социалистических В пользу Людей Живущих В социалистических Странах По той простой причине Что там Кризисов нет Темпы роста Выше В Китае 6,5 А в США 2,6 А Китай Производит Больше Чем Соединенные Штаты Америки Потому что Соединенные Штаты Америки Имеет 17 Простите 15% ВВП Мирового А Китайская Народная Республика 17% Мирового ВВП Поэтому Вот тут Меняется Так соотношение Но Если мы ограничиваемся Те что скажем Что вот Ваша страна Живет Она капиталистическая Я что Все рассказал Про вашу страну Нет Надо значит Рассказать Есть В этой стране Есть определенная нация Или две нации Может быть Да Но скажем В той же Бельгии Два языка Французский Нидерландских На равных И соответственно Можно считать Что там Две нации Как бы существуют И они на всех Официальных мероприятиях Сначала по Французски Потом по Нидерландски Или сначала По Нидерландски Потом по Французски Одно и то же Повторят И выдерживают Это требование То есть Разве это не Существенно Какой нации Принадлежат Жители Данной страны Существенно У них соответственно И свои особенности Национальные И они И тут никакого Иранства Не только Не требует Добиваться И стремиться К нему Не нужно Наоборот Чем более богатый Опыт Многонациональный Тем лучше Теперь Если вы возьмете Вопрос Об истории Ну понятно Что у каждой страны У каждой нации История своя И от того Что я сказал Что у вас сейчас Капитализм Я еще мало сказал Ну как вот К эта страна Пришла к капитализму И как она Какой там капитализм Капитализм бывает На огненной земле Бывает капитализм В Греции А не там В Лгах Как в Шелках В Греции А страна Это которой Мы цивилизации Обязаны В Греции А теперь Им помогают Банкиры Других стран Как им помогают Они уплачивают Принимается решение Что помочь Греции Как помочь Заплатить Проценты За Грецию А кому Эти проценты Уплачиваются Но тем Кому Греция Должна Должна А кому она должна Банкам Этих стран Которые Ей помогают И так сказать Принимаются решения На уровне Государств Да И денежки Пошли Куда В банки Этих же государств Поскольку Это уплата Процентов Это помощь Греции Если Пухнут Банки Немецкие Или французские Это значит Греция Помогает Вот как Сейчас Обстоит Дело Значит Ясно Что Если Мы будем Говорить О культуре В культуре Вообще Нет Никаких Схем Правда Культура Национальная Она Многообразна И никакого Однообразия Требовать Нельзя И добиваться Не нужно Наоборот Чем Богаче Разнообразие Культур Тем Лучше Поэтому Никак Нельзя Сводить Изучение Жизни Истории Жизни Какой-либо Страны Или Современной Жизни Какой-либо Страны Только К вопросу О том А в какой Формации Она Относится Ну и Противопоставлять Нельзя Цивилизационный Подход И Формационный Цивилизационный Подход Означает Что нельзя Ограничиваться Завершать Своё Услеживание На уровне Понимания Того В какой Формации Это Происходит Но Если Вы Не сделали Этого Тогда Вы не можете Разобраться Ни с какими Проблемами Ни с национальными Ни с культурными Если Вы не Принимаете Внимание Какой Формации Относится Эта Страна То есть Разница Между Подходом Формационным Вопросах Ради Культура От Этого Зависит Что У нас Были Проблемы Что Не хватает Денег На Культуру На Образование Кто Нибудь Такой Говорил В Советском Союзе Такой Вообще При Страшном Сцене Никому Не Могло Присниться Если У нас Не Хватает Денег На Образование Будем Учить Не Пять Лет А Сделаем Четыре Сделаем Из специалистов Только Бакалавров Это С чего Это Мы Беднее Стали Вообще Мы Беднее Стали Конечно Россия Беднее Чем Советский Союз Это Понятно Но Как-то Там Понимали Что На Образовании В первую Чуть На Развитии Человека Нужно Выделять Средства А Что У нас Сокращаются Затраты На Образование Мы При этом Прекрасно Понимаем Что В то же Самое Время Россия На Первом Месте По Числу Прироста Миллиардеров И Миллионеров Миллионеров В шестнадцатом Году В России Количество Выросло На Десять Процентов Миллиардеров На Одиннадцать Процентов Ну А Средняя Зарплата По Сравнению С А доходы Гражданина России Составили По сравнению С 2013 Годом В 2016 Году Девяносто И пятьдесятых А если Темпы роста Нашей экономики Минус Ноль Два То Как вы Понимаете Если у вас Сообщающиеся Засуды Если у вас Стало Больше Миллиардеров Значит Соответственно Должны Быть Поменьше Зарплаты И доходы Правильно Так оно и Получилось И наоборот Так что Нельзя сказать Что у нас Вообще Мало Денег У кого Мало А Кого И много Поступайте Идите В депутаты Будете В Думе Четыреста Пятьдесят Тысяч Это уже Почти То Что вы Хотели Хотели Миллион Ну там Миллион Доберете К вам Будут Обращаться То Протолкни Это Протолкни Но вы Так-то Не соглашайтесь Протолкнуть Надо Чтобы Все Принесли И Все Будет Хорошо Но это Я вам Не советую Я просто Знаю Как там Бывает Ну вот Таким образом Мы с вами Добрались Можно сказать До Самого Богатого Изображения Общества Это значит Мы сейчас Пришли к тому Чем Занимается История А чем Занимается История Что Изучается История Товарищи Историки Скажите Пожалуйста Я вначале Спрашивал Хочу Теперь В заключение Спросить Что Изучается История Товарищи Историки Дескать Не спрашивайте Нас Мы Историки Общество 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 Ну еще бы Не хватало Чтобы оно Изучало Луну Так Общество Она изучает Это правильно Но это не Ответ на вопрос Потому что Это общий Такой ответ Потому что Все науки Изучают общество И если уж так Ставить вопрос Как вы поставили его И пойти вам Навстречу И как бы Поставить вас Рядом С Маркс Энгельсом Я бы вас И поставил Маркс сказал Энгельс Что мы знаем Только одну науку Науку истории Ну в том смысле Что все науки Это человеческие науки Они все какие-то Аспекты жизни Человечества изучают Правильно Поэтому Нет никакой Другой науки Кроме истории Другое дело Что эта история Разделилась На собственную историю И под разными Соусами Всякие другие Так что Я вас тут похвалил Но это не ответ Кто следующий История Что изучает Настоящая Как результат Счастливающего Развития Прошлого Что как результат А что она изучает Это вы Настоящая 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 Или современность Настоящая Настоящая Как результат Предшествующего Развития Человечества Правильно Вот Поэтому то К чему мы пришли Что мы должны Верить Все богатство Проявление жизни Общества И экономический И национальный Моменты И политический Все моменты Правда И материальный И духовный И культурный Вот когда мы Все возьмем И когда мы К этому будем Подходить Не так что Она выскочила Неизвестно откуда А с учетом Того Как к этому пришло Как учит Диалектика Она учит Брать результат Вместе с процессом Вот если мы Берем результат Вместе с процессом То мы тогда С корнями берем А если мы берем Вот последнее То есть неизвестно Откуда Это выскочило То тогда мы И удержать не можем Правда Прочным является То что берется Вместе с путем Который к этому ведет Вот теперь Мы должны снова Повторить То с чего мы Начали Что история Изучает Не прошлое А то что Прошлое Это то есть Изучать то Чего нет Я специалист Вы специалист Потому чего нет Не хотите Быть таким Специалистом Нет Мы должны быть Специалисты Потому что Есть Потому что Есть сейчас Только в отличие От некоторых Других специалистов Которые тоже Слышали Что есть сейчас Но корней И путей К нему не знают Историк знает Все корни Пути И он знает Устройство И само это движение И его моменты Этого движения И в нем Основополагающие моменты И производные Правильно Притом Когда мы изучали Определяющую роль Производства Мы собственно Изучали тот мотор Который Приводит в движение Все это Историческое развитие И поэтому От этого рассмотрения Нельзя уходить Без него Мы ничего не поймем В истории Если мы не возьмем Определяющую роль Общественного производства И наоборот Если мы возьмем Определяющую роль Общественного производства а больше ничего не возьмем, то она никакая неопределяющая. Тогда мы просто экономисты. Тогда мы остались просто изучать производство и все. А мы не экономисты, а историки. А раз мы не экономисты, а историки, мы должны лучше знать экономику, чем экономисты. Потому что экономистов у них она цель и самоцель. А у нас это средство понимания движения производства для того, чтобы мы понимали движение общественной жизни в целом, во всем богатстве ее проявлять. На этом разрешите мне курс философии. Для вас, уважаемые товарищи историки, считать законченным. Я с таким же удовольствием хочу послушать теперь вас. Но у вас еще есть возможность меня допросить. Как известно, на консультации. Ну, а потом уже допрашивать вас буду. Я персонально. Вот там каждый у нас будет давать мне персонально. Это тяжелая задача. В прошлый раз я с утра до вечера просидел. В этот раз я взмолился, и нам поставили два дня. Специально выслушал. Да. Но я специально не тверстывал. Ну, просто я должен же выслушать что-то. Умные какие-то речи. А то им говоришь одно, а что может скажут совсем другое, сказать, что это он такое сказал. Интересно же узнать. Какие требования предъявляются к студентам? Глубокие, прочные, знания надо продемонстрировать, блестящие. Прогноз какой у меня? Я не знаю такого, таких вот историков, такого курса у меня не было, который бы сдавал плохо. Вот в основном пятерка, и немножко четверок. Ну, может быть, для этого нужно будет раз в пять или шесть ко мне прийти в ходе экзамена. Вы придете, скажете, что вы написали? Идите туда на место, подумайте. Вы подумать приходите? Да это я неправильно написал. Я так просто написал. А вот на самом деле вот так. То есть мы будем работать в ходе экзамена. Экзамен – это же, когда вы выступаете докладчиком, а я слушатель. Правильно? Но с другой стороны, я военная приемка. То есть так вот, мало ли чего вы наговорите, я еще должен контролировать и определять, кто это, что надо или нет. И тут мы вспоминаем, что у нас университет государственное. А государство – это что? Аппарат насилия. Вот я от этого аппарата вам поставлен для проведения экзамена. И кто будет плохо подготовлен или неправильно отвечать, получит плохую оценку и выгоним из университета. Но я думаю, этого не будет. Хорошо. Я в духе, как вы отвечаете мне, так и я вам. Значит, ну у вас возможности к экзамену какие? У вас, во-первых, лекция, на которых вы присутствовали. Кроме того, есть лекции, есть книга у меня вывешенная «Социальная диалектика» на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». Эта книга тоже издана по материалам лекций, которую я читал много лет уже на историческом факультете. там же есть книга «Лекции по философии и истории», которую я тоже могу вам порекомендовать в разделе «Библиотека» с сайта Фонда Рабочей Академии, поскольку там вот это было лекцией для пятого курса, для тех, для специалистов, которые четыре года уже проучились. И вот перед тем, как дипломную работу писать, они выбирали или историческая лингвистика, или философия и истории. И вот те, кто выбрали философию и истории, тем я читал лекции по философии и истории. Вот эту книжку вы можете посмотреть тоже, потому что она об этих же проблемах, но вот несколько под другим ракурсом и для более продвинутых. А я вот хочу вам показать перевод этой книги «Философия и истории» на язык фарси, который произведен и книга издана тиражом тысячи экземпляров в Тегеране в издательстве Салес, в крупном издательстве Салес. Вот, так сказать, в этой книге, которую, как вы понимаете, читать надо справа налево. Вот, и вы тогда можете прочитать. Так что, кто знает фарси, можно прочитать на фарси. Вот таким образом это выглядит. Но тяжело, я сноски прочитал. И написано «Пексы по философии и истории». Попов МВ. Ну, у нас есть на русском языке, так что можно читать. Значит, кроме того, если вы откройте канал Фонда Рабочего Земли, то есть YouTube Фонда Рабочего Земли, там есть лекции по философии для самых разных групп. Значит, и для журналистов, у которых я читал в этом году, и для конфликтологов. Там короткий, более короткий курс в два раза. Кто что хочет. Посмотреть, как у других, посмотреть, как короче. Так же музеологи, которым я читал в тот же день, как вам, только раньше. Ну и, в общем, вы, с одной стороны, можете заметить, что я нигде одинаково не читал. А с другой стороны, если разные лекции посмотреть, видно, что вот какая-то есть же что-то общее. Наверное, это общее и будет спрашиваться. Скорее всего. Как вот вы? Мне так кажется. Я догадываюсь, что если вот все это по-разному, все, но когда какая-то есть же вот общая канва. Почему? Потому что что такое закон? Закон – это спокойное въявление. Если то, что такое повторяющееся, устойчивое. Ну, как к экзамену готовится? Ну, брать повторяющееся, а там всякие отвлечения, там, примерчики, это можно обойтись без этого. Правильно ли? То есть материалов для подготовки очень много в этом смысле. Да. А есть определенный список вопросов? А? А существует определенный список вопросов? Да, существует. Я вот вам давал диски и просил всех товарищей, которым давал, всем разослать требуйте с товарищей. И в этих… Там есть списки вопросов к экзамену. Около сотни вопросов из этих. Надо брать. Ну, вы, допустим, не знаете, но есть люди, у которых есть здесь списки? Есть. Ну, перешлите по электронной почте, это коллеги. Хорошо? Обращайтесь к нему. Сколько вопросов надо готовить? А? Сколько вопросов надо готовить? Два. Два. Не, вообще, готовить надо все, а написать мне ответы на два. На самых. Если вы подумаете, что я такой либерал, то это не так. Вот если вы эти плохо будете на два отвечать, а это любимые ваши, любимые, то вообще остальные вообще вы не знаете. То есть вообще вам даже и двойку туда много поставить. Понимаете, да? Да. Вот. Это такой… Такое… С подвохом такой способ. Действительно, выбирайте, как хотите, пожалуйста, берите, приходите, не надо тащить билеты. Потом говорят, так, это не знаете, это не знаете, но это любимые ваши. Ну, а эти даже остальные тогда нечего и спрашивают. Правда же? Логично? Да. Это мне профессор Весипов меня научил. Да, в кафедре ценообразования Финека. Я удивился. Я думаю, как они додумались за таких иезуитских способов принятия экзамена. Но он же и хороший. Если человек знает, то все. Люди ответили, все отлично. Получили свои пять баллов и пошли. Вот у меня был такой случай. Давайте я расскажу, наверное, на этом и закончим. Принимала экзамен по философии и истории, а было дело в январе. И наш философский факультет по новой манере, все закрыто, ничего не работает, первые 10 дней января. Раньше было как? Вы сдадите, а потом отдыхайте. Это же нормально. А что, какой отдых, когда впереди, что-то вроде отдыхаешь, но все равно экзамен неизвестно, как сдашь. Поэтому как-то не очень это было здорово. А вот и историки, они устроили спокойные экзамены. Где-то 3-го числа был экзамен по философии и истории. И вот один товарищ у меня вот так вот сидел, так все это хорошо кивал постоянно. Я его потом спрашиваю, что такое свобода. Он мне говорит, это осознанная необходимость. Я ему объяснять начинаю. Это вы в Энгельсе, наверное, списали. Осознанная необходимость. Представьте себе, человек украл 100 тысяч рублей. Его посадили в тюрьму на 5 лет. Ну, 2 года он посидел там, хорошо же думается, когда сидишь. И понял, что, во-первых, воровать нехорошо. Что правильно его посадили и правильно ему еще сидеть 3 года. И что он 3 года теперь, он осознал необходимость? Что через 3 года он свободен? Я говорю, у вас неправильное определение. Это вы взяли суждение Энгельса и выдали его за определение. И тут, значит, открывается дверь и опоздавшая идет девушка. Высокая такая, с мороза, холодная. И она еще не успела раздеться. Я спрашиваю, а вот что такое свобода? Она говорит, свобода? Господство над обстоятельствами, сознанием дела. Ей раз, ей 5 баллов. А, ну, не раздевайся, пошла обратно. И все. Ну, это прекрасно. Хорошо. Человек знает, из чего его держать, мучить. Так что приходите, сдавайте на отлично и идите домой с хорошим настроением. Что еще могу вам пожелать? Потом, я уже спрашивал в начале, могу и в конце повторять. Вы будете сдавать или держать экзамен? Сдавать. Не расплескав, принесете, сдадите и пустой головой пойдете и дальше. Или выдержать хотите. И собрали, знания набрали. Я испытывал у вас на прочность, а вы выдержали испытания и пошли дальше в жизнь со знаниями. Как вам больше нравится? Второй вариант. Второй вариант. Ну, вот, видите, я знал, что вы согласитесь на второй вариант. Ну, вот, давайте будем держать экзамен. То есть вы обрели эти знания, подготовились и выдержали. А они вам еще понадобятся. Историкам понадобятся эти знания. Конечно. Ну, что, будем заканчивать. Спасибо вам за внимание. И успехов на экзамене. Всего хорошего. Спасибо.